Всем доброго времени суток, друзья! Данный расклад для Юлии. Этот расклад, наверное, можно было бы назвать «Как отпустить самозванца». В свое время человек не очень хорошо с вами поступил, мягко говоря, в отношениях. И вот на сегодняшний день вас никак не могут оставить мысли, чувства, стремление снова встретиться, увидеть его, постоянно в голове крутиться, все эти отношения, которые были между вами. И, конечно, мы сейчас посмотрим с вашей стороны, что происходит в душе, и каким образом вам можно избавиться от этих чувств, переживаний, и нет ли здесь какой-то, может быть, кармической зацепки и прочего. Все это мы в данном раскладе посмотрим. Я могу отметить, конечно, что качество сегодняшнего видео по изображению будет немножечко отличаться от обычных, потому что я снова в отъезде, и нет возможности стационарно, скажем так, снимать. Итак, первый вопрос – это ваши мысли по отношению к человеку. Здесь можно сказать, что вы этого человека до сих пор любите. То есть мы сейчас делаем анализ, что происходит с вами. Вы любите, но вы понимаете, что вы находитесь в любовном треугольнике с этим человеком. И вот здесь выпадают еще, конечно. У вас, конечно, огромное переживание по поводу того, что с вами поступили некрасиво, вас предали в этих отношениях и резко их разрубили. Но вы понимаете, как проблема в том, что на сегодняшний день вы не перестаете его любить. И вы думаете и знаете, что вы любите. Однако, в принципе, по сердечной части, по чувствам, ваши чувства должны уже немножечко улечься. И ваша проблема скорее ментальна, чем чувственна. Что касается ваших намерений, вы хотите эгоистического удовольствия. То есть вы хотите себя восстановить и быть довольной своей жизнью. И вы хотите вернуть с ним прошлое, несмотря ни на что. Потому что, смотрите, выпадает у нас девятка кубков и шестерка кубков вместе. По этим сочетаниям можно сказать, что вы готовы снова принять этого человека. Потому что он вам нужен, вам хорошо, когда он рядом. Это ваше намерение. То есть вы не потеряли еще окончательной надежды на то, что эти отношения продолжатся. И вы планировали бы и хотели их возобновление. Следующий вопрос, который начинает открывать нам все причины. Почему вы не можете отпустить его? И здесь вопрос в следующем. Случилось так, что он обманул вас. То есть вас в этой ситуации предали. И это подтверждает и семерка мечей, и пятерка мечей. И в то же время ваша любовь к нему. То есть вам необходим некий реванш. Вас не устраивает в данной ситуации не то, что он ушел как таковое. А то, что он вас очень некрасиво, по-дурацки и подлинньо так обманул. Вот это вас беспокоит. Поэтому вы не можете отпустить. Потому что вы считаете, что вам нанесли обиду, которую вы еще не пережили. А человек не получил по заслугам за эту обиду. То есть в принципе вас бы устроило, наверное, если бы вы поняли, что человеку действительно сейчас плохо. И что вы, например, в свою очередь, тоже его обманули. Но месть это не самое лучшее решение обычно таких проблем. Еще раз повторю, что ключевой момент, почему вы не можете отпустить данного человека. Это то, что у вас ощущение обманутости в этой ситуации. От этого больно. От этого вы не можете пережить. И от этого вы не можете поставить точку. Потому что для вас не завершено вот это действие. Вам все-таки, я думаю, что нужно какое-то успокоение, какие-то известия о том, что может быть у него не все гладко. И тогда вам станет спокойнее. Следующий вопрос, который я поставила, это избавитесь ли вы в ближайшие 6-8 месяцев от переживаний. То есть не то, чтобы вы полностью избавитесь. В любом случае о человеке память не сотрется никогда полностью. Потому что все люди, которые приходят в нашу жизнь, они так или иначе оставляют в ней свой след. И вот что касается вас, Юлия, я поставила вопрос так. Что останется через полгода, 8 месяцев от тех чувств, от тех ощущений, которые испытываете вы на сегодняшний день? Ну и я могу вам сказать, что ваши чувства и ваши переживания могут при правильном подходе пройти гораздо быстрее. Вам будет казаться, что в принципе, смотрите, эти месяцы, причем скорее всего, допустим, после течения полугода, да, они как будто бы пролетели мимо вас. И вы будете оглядываться назад абсолютно по-другому. Да, вы будете видеть этого человека, который был в вашей жизни. Но скорее всего, вы будете вспоминать хорошее. И в этот момент я не вижу негатива уже с вашей стороны. Но при этом это не будет означать, что у вас с ним будет семья, да, например, даже если вы попытаетесь как-то наладить отношения. Могу сказать, что действительно, да, еще раз повторю, это время пролетит для вас, вы многое переосмыслите, и вы через полгода будете смотреть уже по-другому на эту ситуацию. Вам, естественно, станет легче. Что вас привязывает к нему на сегодняшний день? Ну и здесь опять выпадает король чаш, то есть это чувство. Это чувственная сфера, это любовь, это ваше восприятие ваших отношений. Это какая-то, может быть, не то чтобы романтика, но тем не менее, ситуация, в которой вы помните именно любовь, вы помните отношения. И вот эти вот чувства, которые не являются пока воспоминаниями, которые являются для вас живыми, они вас и привязывают. При этом я не вижу никакой привязки к кармической. По карме он вам не выпадает абсолютно. То есть это такой вот момент, эпизод вашей жизни, который не будет с вами всегда. Более того, здесь даже выпадает, возможно, новый мужчина, который сгладит вот эти все переживания, которые с вами происходят в период до года. Ну и, конечно, могу сказать, что радует то, что нет приворота, что нет кармы, что нет каких-то магических воздействий. Потому что все, что происходит, основано только на ваших чувствах и ни на чем больше. Что вам с этим делать? С ощущениями, переживаниями. И вот здесь карты дают рекомендацию перестрадать, принять решение в одиночестве, принять решение самостоятельное, которое вам не навязывается обществом. Вы не должны здесь слушать подруг, вы должны пережить свой страх в одиночку. Скорее всего, это страх в дальнейшем остаться одной, но он при вашей ситуации не объективен. Это субъективное восприятие такое, которое не поддается какой-то логике и не поддается объяснению с точки зрения, не знаю, там, абсолютной правильности. Это неправильно, это нерациональный страх. И, естественно, вы боитесь одиночества. Естественно, вам, помимо того, что вы его боитесь, вам нужно его еще и перенести на протяжении некоторого времени. Вам нужно перестрадать, я еще раз повторю, в одиночестве. Как вам его отпустить? Каким образом? Ну и здесь говорится о том, что нужно вам волевым образом прекратить всяческие варианты общения, всяческие варианты контакта. То есть удалить телефон, его номер телефона из записной книжки, удалить его в соцсетях, например, что-то еще такое. То есть везде вплоть до того, что его заблокировать. Если вы реально хотите не продолжать эти отношения, а вычеркнуть их из своей жизни, то вы должны сделать это самостоятельно. Вы реально должны взять и вычеркнуть его. Вам будет сделать это тяжело. Потому что на восьмерку мечей ложится у нас девятка жезлов, которая обозначает то, что вы должны будете закрыться, при том, что вы изранены этими отношениями. И вы должны, не обращая внимания на свои раны, на эту тяжесть, вы должны прервать всяческие контакты с ним. Вот тогда вы будете отпускать. Конечно, не сразу это будет легко, но со временем это будет плюсом, который позволит вам окончить эти отношения. И вашу вот эту любовную связь, еще которая у вас осталась ментально, прервать. И совет карт. Совет карт говорит, съездите куда-нибудь, бегите, плывите, побывайте на море, сходите к людям, которые вам были бы полезны. Более того, у вас, смотрите, по этому раскладу выпадает еще два короля. Но данный король, король мечей, может говорить либо о том, что вы можете куда-то съездить с человеком, имеющим отношение к погонам. То есть армия, прокуратура, милиция, полиция и, например, медицина. То есть все те профессии, которые связаны с проникновением металла в тело в том или ином его виде. Например, хирурги тоже могут проходить по этой карте. То есть если у вас есть знакомые, которые предлагают встречи, поездки какие-то и что-то еще, то вы можете отправляться с ними смело. Это поможет вам забыться. Если эта карта означает не человека, и у вас нет, например, каких-то знакомых, о которых я уже сказала, характеристики их, то тогда в таком случае данная карта может означать, что вам нужно отпустить его, как будто бы оттолкнуться от этого берега с абсолютно холодной головой. То есть вот здесь вам нужно предпринять жесткие, решительные меры, резкие какие-то поступки совершить для того, чтобы вам избавиться от него. Только вы сами можете вырезать его из своей жизни. И в первую очередь вам нужно решить, действительно ли вы готовы проститься вот так моментально с ним сейчас и ничего другого по этому поводу не предпринимать, не налаживать отношения. Если вы хотите оторваться от этих отношений, то вам нужно прекратить все контакты, вычеркнуть его везде, заблокировать в соцсетях и с холодным сердцем, с холодной головой уйти. Холодного сердца сразу не получится, я могу сказать, но холодная голова имеет место быть. Что касается расклада, здесь есть диссонанс по поводу того, что вы хотите вернуться, во-первых, к нему. Все-таки вам хотелось бы вернуть эти отношения. Наверное, по той причине, как это говорят, недоругались, не искуплена его вина по поводу обмана вас. То есть вот это не прошло еще, это есть обида, есть переживания, есть ощущение того, что вас унизили, некрасиво с вами поступили. Но это в данной ситуации естественно. Если вы хотите избавиться от этих чувств, то еще раз повторю, прервать все контакты. Лучше, конечно, данный расклад пересмотреть еще один-два раза, для того, чтобы послушать некоторые моменты по позициям. Я думаю, что вам особо нужно будет прослушать первую позицию, четвертую позицию, опять же, седьмая позиция. Ну и, конечно, что касается прерывания отношений, данная позиция тоже здесь немаловажна. Но хочу опять же вас порадовать, что никаких магических привязок и сложных кармических связей здесь тоже не возникает. Что это мужчина, который является эпизодом в вашей жизни, и это та ситуация, в которой вы имеете силы, возможности и уровень духовного развития, чтобы преодолеть. Поэтому я желаю вам, конечно же, избавиться от этого наваждения. Я желаю вам женского счастья настоящего и искреннего человека рядом, который будет вас действительно любить, ценить и уважать, а не искать за ваш счет какой-то выгоды и теплого местечка для себя. Юлия, я желаю вам удачи. Всего доброго. До встречи.